В регионе началась горячая пара ремонтов. В этом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроят 20 архангельских дворов. Каковы планы на реконструкцию и какие ошибки предыдущего года нужно избежать? В этот раз узнала Наталья Пулина. Этому двору по проспекту Новгородский 173 посчастливилось стать участником федеральной программы. Хотя это не просто везение. Для участия в программе жильцы дома проделали колоссальную работу. Собрали необходимые документы и подготовили проект. Согласно плану здесь появятся расширенные пешеходные дорожки, эко-парковка и долгожданная детская площадка. К этому проекту мы долго шли. Мы очень его хотим, потому что видите в какой разрухе наш дом находится. Сплошные ямы, колдобины. Кроме неприглядных тротуаров, вид портит и старая водонапорная башня. Ее состояние и близость к дому давно тревожат жителей. Городские власти готовы посодействовать в ликвидации опасного соседа. На месте вот сегодняшних этих ужасных дворов уже завтра будут на самом деле детские площадки, качественные дороги. Будут смеяться дети и прыгать и веселиться именно на хороших, качественных тренажерах. И это будет. Это все благодаря и проекту «Комфортная среда», и совместной работе законодательно-исполнительной власти, и самое главное – активности жителей. Еще один двор, попавший в программу в этом году – на Попово-42. Обновление территории здесь обойдется в 11 миллионов рублей. При этом 10% финансовых затрат взяли на себя сами жители. Вы знаете, я честно скажу, я не найду таких хороших, добрых слов, чтобы было понятно, какое наше состояние, вот узнав, что мы через какое-то время получим в целом... побольше бы домов, только включались так активно, как вы, в эту программу. А этот двор на Шубино-20 совсем недавно ничем не отличался от соседних. Теперь, благодаря участию в федеральном проекте по формированию «Комфортной городской среды», внутридворовый проезд обновился, и появилась современная спортивная площадка. У нас работают дворники, которые живут в нашем доме. Они тоже следят за тем, что сделано здесь, следят за оборудованием, которое установлено. То есть все ответственно относятся к тому, что здесь получилось. Обновляться городские дворы начали только в прошлом году. По результатам первого года работы федеральной программы в регионе сделана работа над ошибками. Многие трудности, которые у нас в прошлом году возникали, были как раз связаны с тем, как выполняли подрядные организации, в какие сроки они выполняли эти объемы. Надеюсь, что и бизнес учитывает, опыт прошлого года, и, безусловно, администрация города его учитывает. В этом году в Архангельске обновится 20 дворов. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29.